Геннадий Андреевич, Ваша оценка всего происходящего, и неужели так сложно заставить губернаторов, например, соблюдать просто в своем регионе культуру нахождения в лесополосе? Маша, у нас половину хвойных лесов планеты. В свое время была одна из главных статей дохода. Мы могли бы очень эффективно эксплуатировать леса и одновременно не портить природу. Перед принятием лесного кодекса я ходил к Путину, принес ему программу, как 200 лет формировалась лесная служба и как мы берегли леса. Показал даже, как это складывалось в его любимой Германии. Мне казалось, что тот лесной кодекс, когда так принимает, сохранит управление лесами, их эксплуатацию и восстановление. Вы показывали, я хочу поблагодарить Аркадия Мамонтова за очень мужественный фильм и за очень достойное поведение семью Калугина, которые просто блестяще на этом попелище держались и как люди себя проявили великолепно. Так вот, у нас 70 тысяч одних лесников было. Их сейчас не 22 тысячи, там, говорит в фильме, а 12 осталось. Лесник потомственная работа, это семейная профессия. Невозможно привести постороннего человека, чтобы он занимался лесом. И уничтожили. У нас работало, было 50 тысяч коллективных хозяев, где были все пожарные расчеты и команды. Все были обучены. В каждом классе проходили специально подготовку еще одну фразу. Я родился на пушке Калужского и Брянского леса. В один ходили за грибами, в второй ходили за дровами. В принципе, у нас были возгорания, но за 20 лет ни одного большого пожара. Почему? Вышка, дежурный, у каждого расчет и пока маленький костерок, его тушили моментально, через 15 минут. А когда разгорится, у вас ничего нет. Почему? Только в лесниках делали? Только в сокращении штата? А в лесниках, коллективных хозяйствах, в управлении лесами, в защите лесов, в восстановлении лесов. Лес брошен на произвол судьбы, там нет никакого хозяина. Что касается губернаторов, особенно местных глав, у них сейчас нет ничего. 131 закон их полностью лишил возможности. И глава может позвонить, что у него пожар. Он 15 человек не может отмобилизовать на тушение этого пожара. Мы в 1972 году сталкивались с похожей обстановкой. В 1972 году? В начале мая было плюс 30 и потом более. Но вот в Шатурске горели трофяники, там было 70 пожарных расчетов, сейчас ни одного. Мы тогда восстановили авиацию, это была крупнейшая авиация в мире по тушению пожаров. Она почти полностью ликвидирована здесь. Я вас поняла. Уточнение одно здесь. Да, уточнение. Только уточнение, мы подключаем Аркадия. Я очень уважаю Сурбу и готов шапку снять перед всеми, кто тушил. Очень уважаю. Это мужественно, достойный. Но я специально расследовал, как сгорела военная база под Коломны. Это в этот раз. Да, специально расследовал. Когда ребята освободили, особенно рядовых офицеров, я решил, неужели они там сидели и ничего не делали. Это стратегическая база. Было много офицеров, оставили 4. Была пожарная команда, 3 машины, ни одной. Была вне ведомственная охрана, разогнали полностью. Ребята 10 суток звонили во все инстанции и говорили, помогите. Ну слушай, но мобилизовать на помощь никого невозможно. Сидели, закрывали, и они не справились. Из министерства приехал замминистра, побыл, машина приехала из Москвы на 4 часа уехала. Командира же тоже не было. Вообще такое впечатление, что на базе никого не было. Командиру надо давать медали. Он 10 суток день и ночь тушил. Но справиться с этим составом было невозможно. Я не об этом. Да, была аномальная погода, но у нас такая аномальная погода, можно запомнить. Каждые 20-30 лет у нас минус 40 и плюс 40. Каждые, можете проследить, за 10 лет. Да, было в этот раз жестче. Я вот читала, что впервые были огневые штормы. Что такая стихия обрушилась на нашу сторону. Вот именно это такое сочетание климатических... Стричный вам вопрос задам. Торфяников очень много вот рядом здесь, в Тверской области. Почему не горели? Еще больше в Смоленской не горели. Их почти полностью, Белоруссия на торфяников не горели. Президенты обсуждали эту тему, все лидеры. Это была одна из ключевых тем. Кстати, президент настаивает на том, чтобы внести изменения, улучшить эксплуатацию и организацию работы в лесах. И восстановление и так далее. Все лидеры согласились. Я считаю, что надо сделать далеко идущие уроки. И в ближайшее время до заседания Думы и Совета Федерации поправить положение. По стоимости сгорело лесо, огонь прошел миллион двести тысяч долларов. Столько, сколько хватит содержать Мин лесхоз, 50 лет. Если бы вовремя продумали эту систему, тогда можно было и нерадивых даже начальников заставить лесу работать как следует. Ну вот если уж, кстати, речь зашла о премьере и о президенте, они же отменили свои отпуска, они, так сказать, организовали всю эту работу. Правильно. Активизировали губернаторов, что, в общем-то, было нужно. Армию подняли. Кстати, насчет армии. Вот насчет армии вам справочку дам. В 1972 году тушило пожары 100 тысяч. Только в Московской области было трубопроводными войсками проложено 1300 километров трубопровода. Сейчас в четырех было проложено 130 и тушило 11 тысяч. Усилия армии были в 10 раз меньше, чем в прошлый раз. Надо просто делать выводы из того, что было. Усилия МЧС зато больше были. Вот-вот-вот. Полторы тысячи километров рукавных ходов проложили, да. Кстати, когда еще отчитывались, я выступал в Думе и сказал, что ребята в форме, проявили себе мужество, много добровольцев. Наши ребята участвовали. Итак, у нас заключительные части. Это специальные корреспонденты. Мы говорили сегодня о пожарах. Геннадий Андреевич, что нужно сделать? Какие выводы вынести? В райисправедливости хочу сказать, что Виноградов Владимирской области один из опытнейших губернаторов. И обстановка в целом области довольно неплохая. Поэтому он исправится. Уверяю вас, там будет все хорошо. Коммунистической солидарности. Я официально подготовил обращение ко всей стране. Президенту, министрам, губернаторам, законодателям. Отправил во все адреса, обобщив то, что произошло, и конкретные предложения. Первое и главное. Надо оценив масштаб бедствия, понять, что если срочно не внесем изменения в три главных кодекса земельный, лесной и водный, то будет продолжаться. Второе. Надо восстановить всю вертикаль противопожарной безопасности. МЧС хорошо профессиональные люди. Но пока их машина доедет до леса, там очень многое сгорит. Поэтому все начинают от лесного хозяйства, коллективных хозяйств до персональной ответственности. Надо восстановить обучение людей этому очень важному и нужному делу. И все сделать для того, чтобы в новом бюджете были статьи, которые максимально профинансируют на лес, воду и леса в бюджете, который принес Кудрин в прошлом году, меньше 1% расходной части. Спасибо, Геннадий Андреевич. Ваша позиция ясна. Но, во всяком случае, по главному, по изменениям в три кодекса поручения уже даны. И у нас готовы свои предложения. Мы, кстати, очень большую помощь оказали всем погорельцам. У нас целые штабы работали и продолжают работать на этом направлении. Спасибо.